В сегодняшнем ролике я вам покажу и расскажу, как и какое вино мы будем делать из сортов группы пина. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами это все понятно и доступно. Итак, сегодня у нас винификация пина. Сразу оговорюсь, наш способ и наша технология не является истинной последней инстанцией. Технологий винификации много. Сегодня мы лишь покажем и расскажем, что мы делаем, ну и поясним, почему мы делаем именно так и никак иначе. Сразу начнем с того, что мы смешаем все. Пинануар, пиногрей, пиноблан. Почему? Потому что урожай этих сортов пока что небольшой и винифицировать их отдельно не имеет смысла. Это раз. Второе. Мы хотим получить достаточно легкое розовое вино, которое в дальнейшем, возможно, пойдет на шампанское. Посмотрим, как у нас хватит ресурсов. Либо это будет просто легкое розовое вино. Ну а теперь переходим непосредственно к процессу. Значит, смотрите, касательно переработки. Мы это все пустим через термообработку, через укунание в кипяток, потому что много гнили. И такие плотные грозди сложно перебирать. Где-то мы можем что-то оставить, поэтому пустим через кипяточек. Значит, что надо отличать? Надо отличать гниль благородно. Вот такая изюмка. Это считается благородная гниль. Да, ягодка заизюмливается, там концентрируется сахар. И, в общем-то, такое как бы в виноделии можно использовать. А вот такая вот гниль. Эти птички поклевали. Вот она погнила. Вот такая гниль. Это нехорошо. Даже вот здесь, смотрите, вот эту гниль. Вот эти я удалю. Хотя они, видите, под ней скорлупки. В общем-то, она не мокрая. Но все равно я вот это поубираю. И какая бы ни была гниль, у нее повышенное содержание окислительного фермента. И она будет способствовать окислению нашего сусла. Если бы мы делали с вами десертное вино, да, и оно было бы в окислительном, в оксидативном стиле, да, это бы подошло. Но мы делаем тонкое, легкое, изящное вино, типа розового. И вот эта вся гнилостная история, она может очень сильно все подпортить. Да, она может испортить нам цвет. У нас получится в итоге не розовый, а рыжий. Может испортить вкус, потому что некоторые вещества, когда они окисляются, они становятся не совсем вкусными. Поэтому мы все это пропустим через кипяточек. Пока закипает наша водичка, еще пару слов. Значит, самую страшную гниль я убрала. На этих гроздях, в принципе, криминала такого особого нет. Но еще возвращаясь к гнилям, бывает вообще гниль такая мокрая, вонючая, там сидят дрозофилы, там прямо чувствуется уксусный запах. Такую гниль обязательно надо убирать. Здесь, конечно, вот опять же, благородная изюмка. Можно убрать, можно оставить. Чтоб не сильно не сортировать, будем кипяточек. В принципе, вот вода уже закипает, и уже этого достаточно. Что делаем? Я люблю для этого применять вилку, чтобы не обжечь пальцы. Раз, два, все. Буквально чуть окунуть. Уже этого будет достаточно, потому что фермент окислитель у нас находится в шкурке. А до середины ягодки тепло не добирается. Если ягода грязная, если ягода в какой-то гнили, то это очень хороший и действенный метод. Да, несколько долгий. Еще пару слов о плюсах. При такой обработке лучше выделяются питательные вещества для дрожжей. И такие сусла сбраживаются легче и быстрее. Кроме того, при такой обработке, если мы обрабатываем синий виноград, то лучше выделяются красящие вещества из шкурки. И, соответственно, если мы хотим, чтобы наше вино было более густо окрашенное, при этом не будем долго держать на мозге, чтобы у нас там зеленые травянистые тона не перешли. Либо если мы не хотим какое-то такое плотное вино, то такая обработка очень подойдет. Ну, еще пару слов для скептиков, которые говорят, что как обработать таким образом тонну. У нас с вами канал о домашнем миноделе, а не о промышленном. Тонна тоже промышленная. Это раз. Второе. Было бы желание. В учебниках методики описаны. Опять же, это не моя придумка, как некоторые думают. Это все прописано в учебниках. И там предлагают, как вариант, еще обрабатывать паром. То есть парогенератор в ручке. И все. Если на то есть необходимость. После кипятка я это раскладываю на сухую утку. Оно здесь обтекает, обсыхает и потом идет в дробилку. Итак, как мы дробили ягоды, мы уже не показывали смысл. Это и так всем понятно. Значит, после дробления сразу добавили закваску и поставили на прохладную веранду. Собственно говоря, у нас пока закваска стала работать, у нас получилась так называемая холодная мацерация. Немножечко, да. А потом сработала закваска. Для чего закваска? Чтобы нам было проще снять смесь гибель. Да. Проще отделить сок. Уже сюда мы ферменты добавлять не хотели. Поэтому поступили именно так. Сейчас это отжимаем. И уже ставим на брожение бутыль. Вот такое сусло у нас получилось после отжима. На мисгемы поддержали чуть меньше, чем двое суток. Ну, как раз таки только для того, чтобы у нас нормально делился сок от ягоды. Прессовали неизначительно. Фактически взяли сок самотек. Почему? При сильном прессовании больше выжимается калий. И, соответственно, потом падает кислотность у сусла. Здесь общий паш получился где-то 3,3-3,4. На самом деле высоковато. И мы решили добавить сюда еще шардоне. Чтобы эту самую кислотность несколько увеличить. И шардоне мы сейчас будем добавлять по белому способу. Прямо как делают шампанское. Вот, берем и закладываем в пресс целыми гроздями. Так сусло лучше прессуется. Вот целыми ягодами вы его не спрессуете. А гроздями без проблем. Мы же используем еще фильтровальные ткани. Ну, чтобы было удобнее, чтобы ягодка не забивала корзину пресса. Причем, смотрите, как мы делаем даже такой полупакетный способ. Да, вот я немножко сложила, немножко их жимала. Закладывала в следующую тканьку. То же самое. Сложила. То есть вот это способ дробления винограда, если мы хотим делать вино по белому. Грозди все перебраны. Все плохие ягодки удалены. Ну, шардоне очень хорошего качества были грозточки. Так, все сложили. Отжали ручками немножко. Ручками подживаем просто, чтобы быстрее было. А так мне придется несколько раз заряжать пресс. Так. И еще один пакетик у нас поместится через эти же ткани. Вот именно разжимали. Мы тут все сразу делаем, не моем. Так, все, погнали. Все, пресс закрыли и жмем. Для вашего понимания, эта технология не является какой-то общепринятой. Мы провизируем в зависимости от нашего желания, да, от того, что мы хотим получить по итогу. И в зависимости от того сырья, который у нас есть. Значит, когда мы давим целыми ягодами. Вот пока мне пресс позволяет еще поджимать. Так, ну, в принципе, мы не спешим, потому что на отделение сока из ягоды надо некоторое время. И все вот эти вот, что сок течет, там брызжет во все стороны и так далее. Наверняка слышали такое, да, что надо там какой-то защитный кожух. Ничего не надо. Надо прессовать просто с определенной скоростью. И тогда ничего не будет брызгать. Ничего не будет давиться. Ну, видите, хорошая такая струйка течет. Вот, можно еще чуть-чуть поджать и все, подождать немножко, чтобы ягодка отдала сок. Когда видим, что уже стройка наша замедляется, чуть-чуть времени прошло, мы поджимаем потихонечку. В промышленности тоже на прессах давят все с определенной скоростью. И это важно. То есть не надо здесь спешить, и тогда все будет хорошо. Ну, пока пришел, мы замеряем параметры шардоне. PH 3,2. Тоже не сильно низкий, да, мы хотели ниже, но как есть. 3,2. А общий сахар в соусле шардоне 17,5. Ну, в принципе, хорошие параметры. Так что нормально. У пина, когда мы ставили, был PH 3,3. А сегодня я замерила PH 3,5. То есть вопрос, либо у меня с PH метром были проблемы, но я его сегодня насвежекалибровала. Возможно, что тогда уже у меня не было буферного раствора, не было ничего откалибровать. То есть чуть-чуть данные поменялись. Ну, в любом случае, шардоне нам чуть-чуть подкислит, и все должно быть замечательно. Теперь у нас все это бродит уже в бутыли. Сначала бродила достаточно активно бутыль сверху в пене. Но сейчас, если на затвор посмотреть, то, в принципе, брожение такое довольно спокойное, я бы сказала. Хотя всего лишь прошло 4 дня после того, как залили в бутыль. Сбраживается у нас это все при прохладной температуре. Вот на другой бутыли показываю. 18 градусов. Опять же, тонкая легкая ароматика. Вот при таком спокойном брожении, при низких температурах. Есть нюанс. Когда мы проводим температурную обработку, из ягоды больше выделяется питательных веществ для дрожжей. И такое вино может бродить очень интенсивно, очень быстро. Особенно, если температура будет повыше. В таком случае, чтобы всего чуть-чуть затормозить, надо будет снять с осадка. Даже вот через день, через два, все равно, смотрите, там вот есть осадок. И это тот случай, когда это уместно. Мы четко понимаем, для чего мы это делаем. То есть можно снять с осадка. Если у нас брожение спокойное, вот в данном случае реально как бы все спокойно. Поэтому снимать с осадка нет необходимости. Все, сейчас вот оно так будет стоять до тех пор, до того момента, пока оно полностью не отбродит. После этого мы снимаем с осадка. Зальем уже бутыль под горло. Понятно, что это будет не эта бутыль, а то будет уже меньшей емкости. Ну и дальше тоже оставим под заквором, чтобы завершались все этапы брожения. Если надо яблочное молочное запустится, пусть само себе запускается. То есть мы в данном случае корректировать ничего не будем. Вот как оно будет, если оно само пойдет, значит оно само пойдет. Ну а потом попробуем и решим. Либо будем смотреть по нашим временным возможностям и всему остальному. Будем ли мы его употреблять в тихом виде, либо уже в следующем сезоне запустим на шампанское. То есть это будем смотреть, когда на чем-то определимся, когда попробуем какой-то результат. Обязательно вам покажем. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!